Здравствуйте, с вами программа «Культурный шок» и я ее ведущий Марк Котлярский. Мы возобновляем наши программы после определенного перерыва, вызванного достаточно объективными причинами, но я рад находиться сегодня в этой студии и рад в особенности тому, что сегодня со мной в студии человек, с которым мы записывали последний раз программу, это Равин Михаил Коган. Миша, я тебя приветствую. Спасибо, что ты нашел время и пришел ко мне в студию, и тем более спасибо, что мы с тобой записываем достаточно программу, знаменательный день. Буквально пройдет еще несколько дней и в ночь, вечер с пятницы на субботу, с 29 на 30 сентября, евреи всего мира, ну и в частности израильтяне, тоже тех, кто отмечает, а по статистическим данным отмечает примерно Йом-Кипур день, судный день, примерно 75-80 процентов всех евреев, живущих в Израиле, начнется судный день. Собственно говоря, ну те, кто многие из нас здесь живут по 15, по 20 лет, как-то имеют какое-то определенное, даже не нерелигиозные люди, имеют какое-то определенное представление, и в частности, вот у меня любопытно, я захватил с собой вырезку, Миша, извини за такое пространное вступление, ровно 20 лет тому назад, этой вырезке ровно 20 лет, и ровно 20 лет начинался Йом-Кипур, судный день, и была вот опубликована в газете «Новости недели» соответствующая статье. И мне просто интересно, изменилось что-то, не изменилось что-то, меняется что-то и не меняется что-то. И вот человек Гидом Бродский, такой достаточно был, я не знаю, где он сейчас, известный религиозный публицист, пишет, что в этот день, то есть Йом-Кипур, можно сбросить бремя самых постыдных поступков, очиститься от самых отвратительных мыслей, напоминающих о неприглядных наших деяниях, но сделать это можно лишь при условии, что мы раскаемся и дадим обет, больше не совершать ничего подобного. И еще, если мы проведем этот день так, как предписывает еврейский закон. Вот такие слова, 20-летней давности. Миш, что-то изменилось за это время, или все осталось в таком же статичном состоянии? Нет, ну, мы уже там более трех тысяч лет об этом говорим, одно и то же, повторяем, закон, он редко меняется. Ну вот смотри, ты назвал этот день судным днем. Я тут же хотел вступить, но я воздержался, я себя сдержал. На самом деле, Йом-Кипур, Кипур – это не судный день. Ну да, если переводить до… Судный день – это Йом-1, это Рошашана. Он судный день. Это день, когда начинается суд. Йом-Кипур, Капара – это скорее прощение, помилование, можно так сказать. Жертва, которая приносится во искупление. Я бы назвал этот день, ну, вот, может быть, днем помилования, в лучшем случае, так, если придерживаться просто названия этого самого. Но дело в том, что наша жуткая беда – это вот стереотипное восприятие всего происходящего. Это очень удобно. То есть, когда-то мы услышали, что в этот день возможно что-то такое, чтобы договориться и в дальнейшем, и мы очень за это держимся. Знаешь, есть такое понятие – одноразовый еврей. Это еврей, который приходит в синагогу один раз в год. И это, конечно, в Йом-Кипур. И вот ему кажется, вот он пришел в Йом-Кипур, он вот напрягся, он вот не ел, не пил, там, кожную обувь не носил, почти целый день сидел в синагоге, молился, и все. И прощен. И на целый год он гарантирован от всяких неприятностей. Вот у меня такое ощущение, что очень многие люди именно так к этому относятся и так это воспринимают. И это очень жалко, на самом деле очень жалко. Потому что, мне кажется, ну, с одной стороны, стереотип, он есть стереотип, он для чего это нужен, наверное, удобно, удобно так в этой колее находиться, не выбиваться из нее. Но если вот немного подумать, то я так думаю, что откроются совершенно иные смыслы. И мне тут окажется, что Йом-Кипур имеет абсолютно другое содержание. Просто другое содержание. Ну, например. Сейчас я пытаюсь тебе рассказать об этом. Мы говорим, что на Росшашина, Йом-Дин, Дин Суда и Йом-Кипур, это по существу, ну, вот, один праздник. Вот он начинается первого Тишрея и заканчивается десятого Тишрея. Десятого Тишрея. И даже это все называется Асерет-Яме-Эт-Шува. Десять дней возвращения. Или покаяния. Покаяния. Значит, все думают, что вот первого Тишрея суд начинается, а десятого Тишрея он как бы должен закончиться. Приговор нам вынесут. Ну, вот что интересно. Первого Тишрея судятся все народы. Вот все народы, живущие на земле, судятся. Почему? Потому что у нас был такой прототип поведения первого человека, ведь первое Тишрея от шестого дня творения, сотворения человека. Человека сотворили вместе с его женой, да? Потом он что-то там нарушил, потом его судили, потом его простили, потом его изгнали. И эта модель легла в основу этого праздника. И поэтому первого Тишрея, брошешь она, судится все человечество. То есть, к суду предстает все человечество. Потому что Адам, он про отец всего человечества. Она, правда, об этом не знает, это человечество. Ну, неважно. Но, по крайней мере, у нас, в наших источниках, говорится, что каждый предстает перед ним. Все, все. А в Йом-Кипур выносится приговор. Вопрос, кому? Всем выносится приговор? Ответ, нет, евреям. А все остальные, они что, повисли в воздухе? Им не нужно выносить приговор? Вот это, кстати, у меня вопрос тоже, ты его переделал. Да, вопрос. А почему, если их начали судить, то давайте уже до конца судить. Почему только евреи? Йом-Кипур, если Рошана для всех, Йом-Кипур только для евреев. И вот мне показалось... Ну, вот я тебя перевью, Мишка. Но вот после этой фразы, Йом-Кипур только для евреев, тебя точно и меня заодно обвинят в том, что мы, так сказать, расисты, и мы говорим о превосходстве евреевской рации. Да нет, ну никто, Йом-Кипур, если про Рошана, может быть, кто-то что-то слышал про Йом-Кипур, ну, я не знаю. Может быть, выражение «козел отпущения», которое было во времена храма, это в обыденной жизни примерно, но не более того. Нет, ну, понятие «судный день» тоже, знаешь, что... Так «судный день» как раз мы решили, что это не Йом-Кипур. Понятно, но судно установился такой вот, как ты правильно говоришь, стереотип, что Йом-Кипур – это «судный день», и что вот евреи в этот день не кушают. Ну, вот это, во всяком случае, так или примерно так, очень многие себе представляют судно. Кстати, наши мудрецы сказали, что два самых веселых дня было в истории еврейского народа. Один из них – Йом-Кипур, и второй – 15-е ава. Но это самые веселые дни у евреев. Об этом отдельный разговор. Итак, мы сказали, что история первого человека легла в основу праздника Роша-Шана. Чем эта история заканчивается, мы знаем. Его судили, простили, но изгнали. Изгнали, и после издания что сделал Всевышний? Он поставил стража, ну, ангела, с обоюдоострым вращающимся мечом перед древом жизни. Если человек придет в Ган-Эден, а, видимо, он мог приходить туда, гулять там, я не знаю, да, прогуливаться, но чтобы вот он к дереву жизни не мог подойти. Вот это вот, заметьте. Далее. В Йом-Кипур для евреев произошло очень-очень важное событие. Вопрос, какое? В Йом-Кипур Моше, наш великий Моше, принес скрижали. Вторые скрижали, первый он разбил, а вторые принес в Йом-Кипур. Значит, в Йом-Кипур мы, по существу, получили Тару. Это самое важное событие. А дальше? Вот сейчас, когда мы молимся, читаем по субботному Тару. Потом мы ее возвращаем обратно, вот в этот шкаф, Арон-Акодыш. И когда Арон-Акодыш закрывается, мы читаем молитву. Мы говорим следующие слова. «Дерево жизни, она, Тара, для держащихся за нее». За нее, да. Значит, Моше Робейну, Моше, приносит в Йом-Кипур Тару. И эта Тара оказывается деревом жизни. Помнишь, когда нас изгнали из райского сада? Что сделал? Сейчас помню. Запретил приходить к дереву жизни. Поставил туда охранника. А в Йом-Кипур он нам дал Тару, которая позволяет прикоснуться к дереву жизни. То есть, вернуться в Ган-Эден, в райский сад. При условии? При условии, что ты выполнишь определенные условия, так скажем. Получается так, что Йом-Кипур на самом деле – это никакое не списание грехов. Грехи будут списываться, может быть, по ходу дела. То есть, суд начался, а когда он закончится – это еще большой вопрос. Но вот в Йом-Кипур что точно происходит? Была принесена Тара. Тара – она же древо жизни. И если за нее держаться, то можно вернуться в райский сад. А это, по существу, задача человечества. Если нас изгнали из райского сада, в конце концов, мы должны туда вернуться, совершить исправление и вернуться. И поэтому Йом-Кипур – это единственный день в году, когда есть потенциальная возможность, прикоснувшись к древу жизни, возвращаться в райский сад. А теперь смотри, что происходит сразу после Йом-Кипур. Вот на следующий день евреи начинают строить суку. Да? Суку. Шалаш. Шалаши. Праздник кущи его это называется. И сказано нам, когда придете в землю Израиля, начните на 15-й день месяца Тишрея строить шалаши. Значит, мы сказали, что Йом-Кипур – это попытка возвращения в Ган-Эден, райский сад. И где этот райский сад? Там, где мы начинаем строить шалаш. Получается, Эр-Эц-Исраэль – земля Израиля. И вот я прихожу к удивительному выводу. Я утверждаю, что каждый, кто правильно исполняет Йом-Кипур, он или его потомство удостоится земли Израиля. Они туда обязательно попадут. А это на самом деле самое главное. Если подумать, что вот Всевышний создал народ, он знал, что этот народ уйдет в изгнание. Но он знает, что этот народ вернется из изгнания. И поэтому нужно задать какие-то инструменты возвращения обратно. И в каждый праздник мы получаем некую энергию. В праздник исхода из Египта мы обладеваем материальностью. В праздник Шевот мы обладеваем возможностью получить Тару. В праздник Роша-Шана мы действительно предстаем перед судом. Дабы Всевышний посмотрел на наши дела. А вот в Йом-Кипур, посмотрев на наши дела, он дает вам возможность дотронуться до дерева жизни и попытаться вернуться в райский сад-землю Израиля. Я говорю о Израиле и материальном, и духовном. И тот, и другой. И поэтому Суккот, который нужно, Сука, Шалаш, который нужно построить именно в земле Израиля, он на самом деле, и есть завершение всей этой истории. Всей этой истории. И поэтому Шмине Ацерет, чем заканчивается Шмине Ацерет? Симхат Тура. Ну да, вы не праздник Туры. Конечно, это самое главное. Поэтому Эц Хаим Ги – дерево жизни оно. И поэтому Йом-Кипур, как мне кажется, там нет возможности заслужить почему-то какое-то прощение на весь год. Это полная иллюзия. Йом-Кипур нам дает абсолютно другую... Почему мы и не едим? Потому что мы приближаемся к Ганн-Эдену, к духовному пространству. И поэтому мы должны как можно больше поднимать свою духовность и опускать свою материальность. Только поэтому мы и не едим. Но радость-то великая. Ведь мы приближаемся. Приближаемся. Радость-то, может, она и великая? Великая. Я же заслушался просто. Просто, Мишка, ты Акин. Тебе только домру в руки, да? И, так сказать, начинаю опять петь. Ну, вот видишь. Но я хочу сказать о другом. Опять-таки, вот 20 лет назад эта публикация появилась. И там, говорится, любопытная вещь. Что, как бы, время летит очень быстро в израильской истории. И вот мы, говорит автор этой статьи, присутствуем при некоем периоде конца дней. Конца дней – это тот конец дней, который знаменует собой начало новой жизни, если следовать еврейской традиции, приход Мессии и так далее. В то же время еврейские мудрецы говорят о том, говорит автор статьи, что они не хотели бы присутствовать при этом периоде конца дней, потому что они хотели бы видеть Машеха, Мессию, но в то же время не хотели бы присутствовать при этом периоде, потому что этот период все равно как сравнивается с тяжелыми-тяжелыми родами, которые даются очень-очень тяжело. Так писал автор 20 лет тому назад. То есть, как бы, роды, видимо, еще продолжаются, потому что конец дней, собственно говоря, видимо, имеет какое-то некое пролонгированное значение. Но, опять-таки, получается, что автор писал 20 лет тому назад то, что ничего не изменилось. Нет, конечно, ничего не изменилось. Во-первых, то, что ты процитировал, это сказал Вилинский Гаон. Он сказал, я мечтаю, когда живет Машех, но я не хотел бы жить в это время. В это время, да. Это Вилинский Гаон сказал как раз. Это объяснимо и понятно почему. Во-вторых, время. Знаешь, наши мудрецы вообще сказали, что никогда нельзя рассчитывать времена. Потому что, я не знаю, там, в 17 веке там Шабтайцевий тоже говорил, все, мы приближаемся к концу. И я Машех. И я не знаю, там, Яков Франк об этом говорил. Многие говорили и назначали времена. Вот, значит, там, я... Нет, но мы знаем еще одного Мессию, который объявил, более крупный, чем Франкс. Конечно, конечно. Который взвали... Но за ним таки пошли. Который взвали Иисус Иосифович. Да, да. Так сказать, еще один еврейский Машех, да. Правильно. Нет, но на самом деле ничего не объявлял. Это за него объявили потом. Потом, скажи. Просто использовали некую фигуру, чтобы объявить. Но мы сейчас не об этом говорим. Конечно же, мы говорим, что время для нас важно, а для Всевышнего, знаете, мгновение, одно там, моргание ресницы, это тысячи лет. И мы не можем об этом ничего говорить, да. Ведь интересно, между разрушением второго храма и окончательным уходом с земли Израиля прошло примерно более 600 лет. Евреи только, когда мусульмане сюда пришли, да, в 7 веке, стали покидать эту землю. А возьми любой исторический учебник. Написано, разрушен второй храм, и евреи ушли в Галут. А на самом деле прошло каких-то там 600 лет. И ушли в Галут, и прошло 600 лет. Поэтому и наступили последние времена, это может быть и 700, и 1000, и не знаю, сколько может быть лет. Никто не знает, сколько. Мы можем совершенно спокойно говорить, наступают последние времена. Когда это будет, а кто его знает? Никто не знает. И главное, никто тебе это точно не скажет. И никто не сможет с тобой поспорить на эту тему. Поспорить-то может и не может. Не может, да, бессмысленно. Но тем не менее, как бы да, тем не менее, в Талмуде мы с тобой, кстати, об этом говорили, как одно из определений вот этих конца дней, говоря, что лицо поколения будет напоминать лицо собаки. По очень простой причине. Да, почему? Вот, объясни. Потому что вот собака, на самом деле, она всегда бежит перед хозяином, но поглядывает на него. Вот будет такое поколение. То есть все будут бежать впереди паровоза, но все-таки оглядываться. А что там сзади? Вот характеристика. Вот эту психологическую особенность нам надо проанализировать. Не то, что там злой, как собака, галлой. Бывает и добрый, как собака. Собаки лучше не добрые, дружелюбные. Наши милые друзья привыкают друг к другу. Собака лучше друг человека. Нет. Именно. Бежит вроде бы вперед, а оглядывается назад. Ну, я, правда, слышу другую трактовку. Скажем, ладно, согласимся. Я, кажется, более негативную. Ну, не важно. Именно, так сказать, вот этот тот самый негатив имеется в виду, возможно, лицо собаки, которое, как бы, скажем, скаливается в порыве злости, в порыве гнева. Это голодные собаки тогда. А если она сытая собака? Ну. А если она добрая собака? Нет. Если добрая собака... А вот то, что всякая собака, всякая собака бежит впереди хозяина и оглядывается на него, это всякая собака. Голодная, злая, добрая, любая. Это характерно для нее. И, тем не менее, ты говорил насчет грехов. Скажем, вообще грех понятия иудаизма – это вот тоже лишнее, еще один из стереотипов, который, так сказать, внедряется. Не то, чтобы внедряется, существует. Люди, как бы, так сказать, употребляют это слово, не понимают, скажем, что в иудаизме грех – это совсем другое. Нет даже самого слова «хета», которое переводится как грех, оно обозначает промах. Промах. Есть несколько уровней этих промахов. Вот «хет» – это, как правило, случайно. То есть, я не хотел промазать. Есть совсем более страшный, допустим, «пэша». «Пэша» – это я сознательность. Я решил и сделал. Вот это вот «пэша». А «хет» – я случайно. Я хотел прямо в цель попасть. Но мне не получилось. Там дрогнула рука или глаз подвела. Я не знаю, что. Есть «авон». Есть масса каких-то уровней неправильных поступков. На самом деле, это долго обсуждать. То есть, в этом есть какая-то вообще, по-моему, диалектика. В том, что как бы нет… Вот как бы сказали слово «грех» и припечатался. Да, конечно. А что это? Чего это имеет? К сожалению, это из области тех стереотипов, о которых мы с тобой… К сожалению, это русский язык. Он говорит «грешен я, батюшка, грешен». И все думают «а, ну плохой». «Грешен» значит «плохой». В еврейте вообще такое нельзя сказать. То есть, нужно объяснить. Что ты сделал такого? Конкретно. Конкретно. Как? Что? Каким образом? Как ты это оцениваешь? Целая история. Иначе никто ничего не поймет, о чем ты говоришь. Скажи мне тогда вот такую вещь уже напоследок. Я думаю, время наше подходит к концу. Что мы, конечно, можем с Мишей говорить очень долго. Ну да. Я думаю, еще к этому вернемся. Если коротко сформулировать квинтэссенцию судного дня. Дня зертвооприношения, дня покаяния, дня радости. Йома-Кипурим. Дня Йома-Кипурим. День Йома-Кипурим, да. О чем вообще должен в этот день думать человек? Хороший вопрос. О чем он должен думать? Он, наверное, должен думать о себе и о своих близких. Ведь очень важно прийти к этому дню с одним законченным делом. Нужно на самом-то деле отношения с другими, теми, кто тебя окружают, как-то разъяснить. То есть определиться в отношениях к другим. Даже не ко Всевышнему. Ко Всевышнему вы разберетесь один на один. А вот я должен понять. Очень важно перед Йома-Кипур, чтобы состоялся Йома-Кипур. Важно сказать, я и мои близкие, или мои друзья, или мои соседи, так скажем. Тот, кто вокруг меня, такой ближний мой круг. Насколько я сумел определенным образом наладить отношения с ними. Насколько я по-человечески с ними общаюсь. Насколько я способен им помочь, или их понять. Вот это самое важное. Если я эти проблемы решил, или решаю, или хотя бы осознанно к ним отношусь, я уже готов к Йома-Кипур. На самом деле Йома-Кипур – это не столько между мной и им, а, в общем-то, между мной и тобой. Вот здесь Йома-Кипур очень важен. Поэтому ближний, я думаю, ближний – это самое главное. Вот если говорить о количестве проступков, которые мы совершаем, то по отношению к другому. По отношению ко Всевышнему, ну, он велик, он простит. По отношению к другому. Вот это самое главное. И это квинтэссенция Йома-Кипура. И я думаю, что заслужить землю Израиля – это нужно как раз выстраивая отношение к другому. И возлюбить ближнего своего, как самого себя. Это вся тараа, сказал Раби Аки. Сказал Раби Аки, вот совершенно. Стоя на одной ноге за пять минут. Окей, хорошо. Ну что ж, тогда вот именно тогда мы с этим и закончим. Пожелаем нашим пользователям, нашим зрителям, которые нас смотрят, будут смотреть, чтобы действительно в этот день вы получили то, что называется наявлите Хатима Това, то есть Марк Хатима Това, окончательную завершающую подпись книги «Судеб». Вот я еще раз напоминаю, что со мной в программе сегодня был Равин Михаил Коган, вел программу Марк Котлярский. Всего доброго, до следующих встреч в эфире.